О новой системе сбора и утилизации мусора мы поговорим с членом общественной палаты Кировской области на студии Константин Сичихин. Здравствуйте, спасибо, что пришли. С помощью новой системы чиновники планируют находить места несанкционированных свалок, следить за движением мусоровозок, а также экономить на транспортных расходах. Об этом сегодня говорили в правительстве области. Ваше отношение сейчас к новой системе и как считаете, будет ли она эффективной? Время покажет, конечно, насколько она будет эффективна, но пока на сегодняшний день мы с вами слышим только слова, 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 слова. Как эта система заработает, покажет время. Есть еще целый год, чтобы подготовиться. Почему целый год? Кто сказал целый год? С 1 января 2019 года эта система должна работать. У нас осталось полгода, не больше, чтобы эта система заработала. И во-вторых, у нас осталось до декабря месяц, служба тарифа должна принять тариф, с которым мы начнем жить с 1 января 2019 года. Вот основное-то это на сегодняшний день те деньги, которые граждане Кировской области будут платить. Вот этот основной вопрос, а сколько мы будем платить на сегодняшний день? А сколько мы будем платить? Уже известна эта сумма? Конечно, цифра еще на сегодняшний день неизвестна. Нам говорят только приблизительно, где-то от 130 до 150. Но точно пока сказать... Это с человека в месяц? Это с человека в месяц получается, да. Приблизительно на сегодняшний день сказать никто не может, потому что он еще не рассчитан на тариф. И говорить, что это будет либо 130, либо 150, либо это 200, либо 100, никто не может сказать. Но приблизительно, вот не раз повторяли, что это где-то порядка 130-150. Мы как общественность будем добиваться уменьшения тарифа. Если сейчас мы произведем небольшой подсчет, каждый житель региона платит по 130 рублей в месяц. Да, каждый житель региона, если платит по 130 рублей в месяц, у нас порядка на 1 января 2017 года Кировстад сказал, что население Кировской области это 1 290 000 человек. Вот умножьте сейчас 130 приблизительно рублей на 1 290 000 человек. Это получается порядка 168 миллионов в месяц, если это при 100% показателе собираемости денежных средств. Это получается, что Куприд должен будет собрать столько денежных средств. Если мы умножим на 12 месяцев, это сумма порядка 2 миллиардов рублей. 2 миллиарда рублей это 100% показатели собираемости регионального оператора за 1 год. Если договор подписан на 10 лет, это 20 миллиардов рублей. Вот эта сумма, по сути, должна и собираться с населения, с тарифов, как говорят. Это мы только с вами сейчас приблизительно говорим. Из этой суммы должны быть инвестированы денежные средства в систему обращения с отходами. Конкретно на что могут пойти эти деньги? Конкретно сегодня министерство как раз и рассказывало, на что пойдут эти деньги. Эти деньги пойдут на строительство мусоросортировочных комплексов, новых полигонов, закупку специального оборудования, оборудованный мест, пользование, где будут жители выносить ТБО, контейнерные места. Место складирования, передислокации мусора. На это все пойдут эти денежные средства. И хорошо, если нам удастся попасть в федеральные программы, что часть этих денег, которые должны будут компенсироваться из тарифа, они будут компенсироваться из федерального бюджета. Значит, тариф должен будет меняться со временем в меньшую сторону, надеемся. Но, как вы видите, у нас такого практически редко происходит. А у Купри-то сейчас нет этих денег, этой суммы, чтобы их заложить как раз на строительство объекта? Да нет, конечно. Ну, что это, полумуниципальная организация, пусть даже акционерное общество с большей долей муниципалитета города Кирова, но на сегодняшний день она не имеет столько денежных средств, даже там, может, 100 миллионов даже не имеет, чтобы начинать на сегодняшний день инвестиционную программу, ту, которая требуется для Кировской области. Каким тогда образом конкурсный отбор прошла именно эта компания? Ну, это был конкурсный отбор. На конкурсный отбор заявилась компания, она предоставила банковскую гарантию, и она выиграла этот конкурсный отбор. Это, как я понимаю, если там уж кто прав, кто виноват, это должны проверять проверяющие органы, но, по крайней мере, жалоб к этому конкурсному отбору ни от кого не поступало. Насколько мы знаем, такой формальный достаточно был отбор, потому что был один только претендент, эта компания. У нас открытые конкурсные отборы, и если один претендент заявился, и больше никто не захотел туда заходить, ну, на то он и рынок такой. Этой суммы 2 миллиарда рублей в год, ее будет достаточно? А вот это трудно на сегодняшний день сказать, ее достаточно или недостаточно, потому что из этих 2 миллиардов рублей региональный оператор должен будет заплатить еще своим, можно сказать, подрядчикам, проще сказать, тем организациям, которые будут вывозить мусор в районы, в городе Кирове, в городе Кирове-Чапецке, потому что на сегодняшний день региональный оператор не имеет столько спецтехники для вывозки и обеспечения всей Кировской области, проще сказать, а региональный оператор все равно будет нанимать местные организации для того, чтобы обеспечивать программу. То есть вы хотите сказать, что региональный оператор на данный момент полностью не готов? Ну, я не могу сказать, что он полностью не готов, но есть моменты, которые, конечно, требуют дорабатывания, да. И региональный оператор, это пока на сегодняшний день организация, которая будет обеспечивать вам как закона обращение отходов, да, в Кировской области. А кого они наймут на работу и как они за ними будут следить, это покажет время. И как мы войдем в эту программу, это тоже покажет время, да, потому что сейчас говорить о том, что вот это будет все замечательно, либо это будет все плохо, пока говорить рано. К этому надо подготовиться, объяснить людям, за что они будут платить, обеспечить места в вывозке Кирово. А скажите, да, за что будут платить, из чего состоит этот тариф, 130 рублей? Ну, 130, это мы с вами вымышленно на сегодняшний день говорим. Может, это будет и меньше, потому что мы, как общественность, будем добиваться, чтобы тариф был намного меньше. И я, как председатель общественного совета региональной службы по тарифам, я так, тем более, буду добиваться, чтобы тариф был меньше. Но меньше на сколько? Ну, на сколько сможем, настолько... Я не знаю, там, 10, не 10, но мы будем добиваться, чтобы тариф был, как минимум, обоснованный, максимально обоснованный, да, и, как минимум, максимально минимальный для населения, потому что все мы будем платить. И платить за ту систему, которая на сегодняшний день у нас есть. Мы же платим не раз за новое все. У нас, знаете, 1 января все стало замечательно, новые мусоровозы, такого не будет. Мы будем платить за то, что у нас сейчас происходит, да, но при этом надеяться на лучшее. Так давайте как-то платить-то соизмеримо тому, что есть на сегодняшний день. А есть конкретные планы? Сколько появится новых станций? Сколько на них нужно конкретно денег? Ну, такого пока на сегодняшний день, как я знаю, нет таких подсчетов. Этого тоже нет? Нет, нет. Есть просто вот электронная схема, про которую сегодня рассказывали министерства. Есть приблизительное понимание, что должно быть 15 мусоросортировочных станций, порядка 4-5 новых полигонов надо построить, нужно закупить порядка 150. Но сроков нет, сумм тоже нет. Сроков нет, конечно, сумм тоже нет. Но вот это все должно будет учитываться в тарифе, который будут определять до декабря месяца. Получается, Куприд подает документы на тариф, и это все должно быть учитано. Сегодня в нашей группе ВКонтакте, Девятка ТВ, Киров, шел опрос. Мы решили узнать мнение зрителей, реально ли в Кирове организовать систему сбора и переработки мусора. Было три варианта ответа. Да, давно пора, нет, это дорого и нет, это никому не нужно. На данный момент лидирует вариант ответа 78%, да, давно пора. Все-таки люди ждут перемен. Ну, вот смотрите, Киров это более-менее, ну, как бы, это современный город, да, практически. Я не скажу, что по инфраструктуре, но, по крайней мере, мы все маленько чего-то понимаем, что с мусором надо бороться, да. А вот как, вот у вас плохо, что про Кировскую область мы спросили, а как Кировскую область? В районах жителей будет намного тяжелее. Конечно, там будет намного тяжелее. Спасибо, что сегодня ответили на наш вопрос. Напомню, у нас в гостях был Константин Сичихин, член Общественной палаты Кировской области. Спасибо.